Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Светлана Сейналова. Это наше утро на нашем радио. 10 часов 28 минут столицы, а у нас гость. Знаменитый российский кинорежиссер Валерия Гай Германика. Интересный человек. Доброе утро, Валерия. Доброе утро. Здрасте, доброе утро. Ну, во-первых, поздравляем вас с прошедшим днём российского кино. Ой, спасибо большое, меня вообще только вы поздравили. Ну, это вообще судьба российского кинематографа. И как-то его, мне кажется, никто особенно не поздравил в этот день. Ну да, я тоже никого не поздравил. Также хотим поздравить вас с премьерой кинофильма «Энтропия», который вчера с успехом вышел на киноэкраны. Что за кинофильм? Да, вот Картаев приходил на премьеру. Смотрел, смеялся. Ну как, арт-хаусный фильм режиссёра Марии Сакьян, русско-армянского режиссёра. Понятно? Ну, я думаю, что мы об этом фильме поговорим чуть позже, а пока, по традиции, наш гость в самом начале передачи рассказывает о себе то, что считает донести до нашего слушателя важное. Короче, как вы дошли до этой жизни? Краткая автобиография, да. Родилась, там-то выросла, там-то папа с ремнём, мама с булочками. Как это было? В 84-м году. Родилась 1 марта в 4 утра в Грозу. В Грозу? В Москве, на Ленинском проспекте, где-то там. В районе кинотеатра «Ильдар». Вы предчувствовали, да, что судьба была связана с кино. Ну, в 5-летнем, где-то в 6-летнем возрасте была переправлена в Строгино, где провела 19 лет своей жизни и росла там как трава практически. А правда, что назвали вас Валерией в честь жены римского императора? Ну, семейная легенда у нас есть такая. Ну, мама говорила, что бабушка хотела либо Маргаритой назвать, потому что мастер Маргарита. Ну, в общем, бабушка книжки читала, видимо. И решили Валерии в честь Руфаила Джованнио или Романа. Ну, вот правда, мне так сказали. А, ещё Дубравкой хотели мне назвать. Дубравка? Я рассказала своим друзьям про это, но они смеются надо мной. В общем, меня папа хотел Магомед назвать. Меня Василий. Вообще-то, конечно, популярный российский режиссёр Дубравка. Дубравка Германика — это мощь. Дубравка. Я даже именно такого не знала. А когда попала... Так это Дубравка кино такое было. Когда попала в руки кинокамера? Или уже была цифра? Ну, кинокамера попала мне в руки очень рано, лет 12-13. Мне подарили, я очень хотела. И мы тогда, я помню, снимали дома, когда оставались одни с подружками под группу The Cure клипы себе сами. Давайте. На одном стуле. У меня есть эти записи. Хочу их отцифровать, перевести их с ВХС на диски. Это очень смешно. Мы ставили, значит, в кадре прямо музыку на магитофоне. Красили. Иногда волосы. И делали вот такие клипы под Cure. А потом уже в 14-15 лет такие же делали под Мэнсона. Супер вообще. Я представляю, какие эмоции вы испытали. Я представляю, какие эмоции Life News бы испытал. Если бы они увидели эти сьюнки. Да, да, да. Сейчас вам позвонят, через 5 минут уже Life News предложат миллион долларов. Не мне, не мне, а друзьям позвонят. А, друзьям. Да, они звонят друзьям. А вообще чем в детстве увлекались? Только кинем? Собаками. Собаками музыкой. И книжками у меня три было направления основных. То есть много читали? Достоевский? Читал очень много, что неизгладимый, значит, на мою психику отпечаток и впечатления до сих пор оказывается. Дети, которые много, ну, люди, которые много читали в детстве, они обречены на быть идеалистами, романтиками, и им очень сложно потом адаптироваться к реальности. Это как с реальностью. Мне кажется, смотря что читать, если читать Достоевского, например, так, за поем, то вряд ли бы хотелось. И Достоевского, и Гоффмана, и Бадлера, и что угодно там дальше, даже и Агдеропо, все производят очень романтическое впечатление на детскую психику. Но особенно если ты склонен видеть сны и фантазировать фантазию. А как же, ну, такие исключительно девчачьи книжки, не знаю, про Анжелику, например? Ой, я вообще с такой литературой никогда не была знакома. Ну, наверняка были какие-то литературные опыты в детстве, в юности. Ну, я писала стихи, конечно, до сих пор, нет, сейчас уже не пишу. Ну, раньше писала, и многое мне нравилось. А прозу? Прозу. Может быть, эротические романы? Эротические романы. Он вошел к ней в спальню. Не было опыта. Я же документалист, я все из жизни, все из жизни. А тогда еще не было такой вот этого. Так и сейчас тоже бы, наверное, не написала. Ты сейчас в спальне-то вообще... Духовная, жизнь уже духовная. Духовная. А, Валерия, а в какой момент поняли, что хотите быть режиссером? Ну, в 18 лет я, наверное, поняла, когда попала случайно на лекцию к моему будущему мастеру Марине Разбешкиной, где она рассказывала про документальное кино, про жизнь. Я послушала ее, нам еще показали фильм, ну, с Бабочкиным, про Чапаева. Это про картошки? Где он тонул потом в конце, черно-белый. Через Урал, да. Наверное, единственное, что мне врезалось в память, я запомнилась историю. Петь как. Ну, в мировом кино. Я вам картошку ставила. Картошку показывала, да. Образное мышление, конечно. Ну, и все, я поняла, видимо, что хочу быть режиссером. Так все девочки обычно актрисами хотят быть? Актрисами? Я училась на актерском где-то полгода в ГИТИСе. Но приехала в Москву Мэридон Мэнсон, и опять меня увлекла, короче, готическая тема. А были на концерт? Я пошла на концерт, первый раз, когда приехала, и не вернулась вообще в ГИТИС ни в какой. Ну, и домой даже не сразу. А мощный концерт был, который был в Олимпийском, я сейчас не помню. Ну, самый первый, да. Да, ну, дело даже не в том, какой он был. Он мог делать все, что угодно Мэнсон на сцене. Дело в самом факте присутствия этого человека в Москве. Очень небольшой крышеснос. А мы сейчас перескочили к Мэнсону через школу. Мы пропустили, как вы учили в школе. И вообще в моем юношестве во всех моих несчастьях виноват Мэрилен Мэнсон. Почему Мэрилен Мэнсон? Потому что с него все началось. Началось все с Кьюо. Началось все с Кьюр, да. Мэнсон, он более такой, не знаю, агрессивно вторгается. Он просто усугубил готичную направленность изначально, которую Кьюо и Роберт Смит задавал. Я все-таки хотел бы вернуться в школу, где училась Валерия. Что это было за школа? Далеко ли от дома? Кто водил? Как вы вообще организовали свой школьный день? Чем питались в школе? Вот это интересно. Ну, понимаете, я училась в лицее. Это не совсем школа. В таком, тоже, наверное, ускоренаправленном лицее. Ну, гуманитарном, немножко с религиозным уклоном. А по вальдорфской системе Рудольф Штайнер подстал много к них пройти. По вальдорфской системе? Ну да, не думайте, что это секта. Но многие так к этому относятся. Нет, я просто так, ну так, чуть-чуть знаю об этом. Рудольф Штайнер, основатель этой движухи всей, написал книги. Это ваша редкость? Да, я там училась. Один из самых первых наборов, так сказать, это было. Мы там рисовали, лепили, пели, играли на скрипке, на блокфлейте. Всякому, много такого делали. Только кроме вот математики, русского языка и точных наук. То есть, если что, можете на флейте сыграть? На блокфлейте сыграть братец Яков могу. Немецкий. Бродер Яков, Шлепс Дуно, Керст, Уник Диглок, Ханут, Варт. Так, все, значит, еще раньше. Все началось даже, началось раньше еще даже не с Кью. А с Гоффмана тогда? С его страшной готической стаской. Тогда у меня вопрос, а не было тогда желания, ну не знаю, создать собственную рок-группу? Мы создавали собственную рок-группу неоднократно, но мы в 14 лет распадались из-за алкоголизма. А, Светка, ты говоришь, мы рано начали. Да вы зато и рано закончите, понимаете. А у нас, Гай Германика, еще все впереди. Все самое лучшее. Но вас что-то сподвигло объединиться снова после распада? Трезвость. Мог объединить нас в рок-группу. Нет, немногие дошли до сегодняшнего дня в том виде, в котором мы были. А какую музыку вы играли в 14 лет? Мы играли этот, как же это называется, готический гранж на Звунпро. А как родители это переживали? Что вы являетесь добывающим человеком? Мама приходила, нет, нет, мы, во-первых, дома меня репетировали иногда, иногда на базе, иногда у меня дома. Мама приходила, заставала голую клавишницу в полотенце на балконе без сознания. Меня они как-то раздевали, клали, в общем. Репетировали или пили, подождите? Мы почувствовали дух рок-н-ролла. Понятно, девочки. Давайте все-таки теперь пойдем дальше и уже перейдем к творческому пути режиссера. А вы поступили учиться к кому? Я изначально училась в таком месте, наверное, многим это знакомы, Наталья Нестерова академия, где девочки делают вид, что они что-то делают, а мальчики косят от армии. Да, да, да. Платят много денег все. Вот у меня мама туда отправила, они, значит, заплатили за меня, потому что я еще не могла определиться со своим. Что хочу. Да, я там разные факультеты пробовала, от журналистики до религии, в общем, разные факультеты. Я в Академии поэтов-философов, я там побывала. Ну, попала на факультет кино, и мой мастер сказал, что она уходит с этого факультета, потому что не хочет больше этих людей учить ничему. Это невозможно. Она сказала, что я тут вообще ради одного человека была, в общем-то, и предлагаю, и тебе она уходила в школу интерньюс, вот эту вот, не знаю, можно ли про это говорить, ее уже закрыли. Можно, говорите, у нас все можно пока. До первого сентября нужно все. Грант оплачил Михаил Борисович, который тогда уже находился в заключении гранта. Вот последний грант я попала одаренным детям по регионам. Я была в Москве, меня взяли, потому что меня Марина привела. И вот мы доучились, потом закрыли, приехал ФСБ, печатали все наши работы, ничего достать невозможно потом было. А работа-то за что? То есть ваши фильмы, которые вы снимали? Все, что там было, да. У меня там были в архиве один фильм, который я хотела достать, с которым я поступала документальный. Но его уже невозможно изъять, потому что все закрыли. И вот я его с Мариной проучила, значит, 6 месяцев в этом интерньюсе, выпустилась и пришла в жестокий мир шоу-бизнеса и капитализма. Валерия, а вы сказали, что там был фильм, с которым вы поступали. То есть для того, чтобы прийти в эту школу, вы что-то сняли сами, еще ничего не умеют. Но дело в том, что мне было проще, потому что меня привела Марина, я уже была ее учеником. А формально я поступала, да, там надо было сдать, как и в мою школу, о которой я хочу сказать, вот сейчас, которая объявлена на набор школы кино. Также надо было сдать видеоработу там какую-то, но у меня там был документальный фильм. А что за фильм был? Что снимали? Документальный фильм-портрет про гея из Баку, который основал любительский театр. В Баку есть кей? Знакомый, это Светлана. Один, он теперь в Москве. Я его знаю, мне кажется. Светлана, если... Это не один и тот же человек, я боюсь, что с тобой. Если с Баку точно знаешь, давай выкрую. Но если он был в Баку один, то он теперь в Москве слился со множеством. Давайте прервемся буквально на рекламу. У нас в гостях Валерия Гай-Германика. Если есть вопросы, задавайте на 5283. Вернемся через пару минут. Павел Картаев. Вахтант Махаранце. Светлана Зеленалова. Наше утро. 10 часов 41 минут по столице. Российский кинорежиссер Валерия Гай-Германика у нас сегодня в гостях. Интересный человек. И вот мы уже подошли к теме школы Гай-Германики. Что это такое? Как туда поступить? Сколько это стоит? Кто может поступить? И так далее. Очень много вопросов. Начнем с начала. Ну, начнем с того, что вся информация есть на сайте. Как сайт называется? А можно в Яндексе набрать. Просто школа Гай-Германики, я думаю, и выскочит. Дело в том, что я вам сейчас скажу, что это школа на арт-стрелке. Сайт newcinema.school.com. Школа на арт-стрелке. Они сделали большую школу нового кино. Предложили мне там преподавать, потому что вся современная прогрессивная кинетографиста, оказывается, у них вот сейчас будут преподавать. А я сказала, что я не хочу преподавать вместе со всеми, потому что у меня свой взгляд на происходящее и на учебу. Я хочу свою лабораторию. Они мне отдали помещение, лабораторию. Я набрала туда своих педагогов. Сейчас идет набор, первый тур у нас открыт. Можно вот на сайте опять-таки. А что нужно сделать? Снять какое-то кино, принести, показать? Да, мы хотим смотреть. На первом, у нас всего три тура будет. Вот первый такой, наверное, надо сдать работу, видеоработу какую-то, не более трех минут. То есть купить камеру. На телефон. Можно на телефон снимать. На самом деле это так не важно сейчас в современном мире. Главное, как ты чувствуешь и как ты понимаешь пространство вокруг себя, и как ты себя чувствуешь в драматургии. А на что ты снимаешь в начале обучения, это совершенно не важно. Важно, как ты это делаешь потом, когда ты выходишь уже в профессиональный мир. Видеоработа, да, не более трех минут. Хотелось бы увидеть свою автобиографию в художественном виде, заявку на полнометражный фильм сценарный, как на будущий сценарий или на будущий фильм, и критическую статью на современный фильм, то есть анализ, чтобы понять, как человек не только себя и свое творчество осознает, но и видит других, значит, в современном мире, других режиссеров, других фильмов. Вот это будет первый тур. Это же надо быть хорошо образованным человеком. А в такие вообще обычно школы, заведения приходят люди уже с высшим образованием получать второе, либо на повышение квалификации. То есть и я в такой же училась, вот мой шестимесячный курс был тоже как повышение квалификации уже для взрослых людей, поэтому там не будет таких предметов, как культурология, история, литература или что-то в этом направлении, потому что люди, которые уже взрослые поняли, что они вдруг захотели быть режиссерами, уже достаточно осведомлены люди, читающие, знающие свою историю и все остальное. Поэтому только школа, моя лаборатория будет изучать предметы только специфические, ну, профессиональные, которые касаются производства кино, именно производства. Когда начинается обучение? Обучение начинается с февраля. До февраля, значит, нам надо вот три тура пройти с учениками. Хочется набрать 15 человек, но только именно тех, которые должны быть с нами, которые хотят потом остаться в профессии, это обязательно, которые хотят учиться, которые выбрали кино сейчас вот своим делом жизни. У вас прекрасный желтый лак. Спасибо большое, мне очень нравится. Очень готично. Кто-то из детства. Такой неожиданный переход, я только хотела спросить про фильм «Многие все умрут, и я останусь», и про Каннский фестиваль, а ты уже... Ой, ну все, лучше про лак. Про лак, хорошо. А сколько лет нужно будет учиться в вашей школе? Надо будет 12 месяцев всего учиться в нашей школе. Этого хватит, чтобы стать режиссером? Да, мне кажется, сейчас такое скоростное время, и не обязательно учиться в 5 лет. Те, кто хочет идти в Афгик, я не знаю, я, например, себе бы и своего ребенка не отправила бы в Афгик, не посоветовала бы ей, если бы она захотела быть режиссером, пойти в Афгик. А те, кто учатся в Афгик, я бы на 5 лет отправила в Сибирь лес валить, например, чтобы они хоть чем-то занялись или уголь грузить. Почему такая? Не любовь к Афгикам? Не любовь, но люди должны чем-то заниматься. Зачем праздность нужна эта? Физкультура какая-то, там все остальное. Ну, туда приходят люди молодые, и там того, что Таниславского почитать надо. Понимаете, я против тех предметов, которые можно дома проходить. Если человек может читать дома, я понимаю, что мы показываем на моем курсе историю кино тех фильмов, которые они дома точно не будут смотреть. Есть вещи, которые человек может делать сам. Я прошла такой путь, это мой, наверное, субъективный путь, но мне бы хотелось попробовать в своей системе поучить людей кино. Только ремесло, только как это все делается, вот палитра, клавиатура, как на нее сжать и все полутона, остальное лишнее. А вот вы сказали, что не посоветуете Октаве пойти в Афгик, но я присутствовал при сцене, как вы советовали Октаве, как работать с партнером. Я советую Октаве вообще быть классной актрисой. А вы думаете, она актрисой будет? Я бы хотела, чтобы она была актрисой, потому что, мне кажется, профессия уважаемая, тяжелая, хорошая. Пять лет учиться не обязательно, опять-таки. Я бы хотела, я не знаю, как она. Она, мне кажется, вообще пойдет от обратного. Она уже идет от обратного. Это как? Ну как, Октаве, ты бы хотела себе татуировки или пирсинг? Нет, мне это неинтересно, говорит Октаве. Вот это как у всех моих курящих друзей, не курящие дети. Октаве обожает борщ. Борщ обожает? Да. Да, она готова. Да, вот они с Картавем, кстати, ели борщ как-то в одном из московских. Собравись, Октаве, а с Картавем борща поесть. А может быть, нужно как-то попробовать снять ее в кино, и ей понравится? Попробовала. Ну, хотела попробовать. Не знаю, может, время не пришло. Ее позвала на кастинг к себе, на пробы. Посадила ее перед камерой на стул, и она ушла в смущение. Сказала, что она пока не готова. Не, ну, дети, они, кстати, вот многие стесняются. Я помню, когда меня в шесть лет в первый раз вытащили на сцену, я убежал, сказал, никогда больше туда не пойду. Слушайте, ну вот я снимала детей совсем маленьких по пять, по шесть лет их. Некоторые прям снимаются, их не остановишь. Их, знаете, как называют? Ртутный ребенок. Да, ну, я видела на рекламах, когда дети уже три часа ночи, а уже взрослые вот-вот упадут и заснут. А дети активные, наоборот, они готовы работать, работать им прикольно, это игра такая, это весело. Но это определенный склад души все-таки. А как вы работаете с актерами? Вот с детьми-то, мне кажется, вообще очень сложно работать. Ой, ну я не знаю, я как-то работаю по наитию. Точно, приходите ко мне в школу, я все вам расскажу. Возьмите Картаева в школу. Я Картаева беру, у него просто радиус занимает 90% его жизнями, кажется. А мы его еще на 10 освободим. Замените его кем-нибудь. 20%? Я не заменим, мне его не заменим. Не заменим, мы дадим ему чуть больше вольный, скажем. Ну как, я не знаю, в 10 утра. А какие конкретно будут предметы в школе Валерии Гагерманки? Ну, например, мы будем изучать... Ну, мастерство, во-первых, мастерство режиссуры игрового кино, в которое входит работа с актером в основном, работа с оператором, работа со сценаристом. Заметьте, я не называю это сценарное мастерство, я не называю это операторское мастерство. Я называю работа с... Потому что режиссер должен уметь работать в команде и с цехами как-то коммуницировать грамотно, чтобы кино в хорошем получалось, разрешать другим цехам делать свою работу. Оператору-операторскую, актеру-актерскую. И вот этим я хочу заняться в своей школе. Ну и плюс там историю кино, спецэффектов кино и все остальное. И актерское там мастерство. То есть, в принципе, режиссер, наверное, не должен сам уметь быть хорошим мастерителем? Нет, не надо. Каждое дело свое дело. Я считаю, что режиссер даже не должен писать свой сценарий, потому что сценарий совершенно отдельная профессия. Вот, кстати, по поводу сценария. Мне не так давно удалось встречаться с Алисой Хазановой, которая снималась у вас в кратком курсе семейной жизни. Слушайте, я смотрю, вы тусуете с моими актерами. Барабаш тут мне писал, что его позвали. Барабаш, кто вам разрешение давал идти на наш радио? А как вообще без меня? Он был у меня на первом канале, мы с ним встречались. А он приходил, мы там с ним задружились. А он так гордо сказал, меня попал. Пригласили. Пригласили на наш радио. Вот сейчас он сообщал, что в конце сентября прийти. Пустите его. Куда? Что она расскажет человечеству? Я не поняла. Хорошо, Алиса Хазанова мне рассказала, что ей сначала было очень сложно, потому что ей сказали так. Типа, сценарий нет, вот есть ситуация. И вот как ты бы, Алиса Хазанова, вела бы себя в эту ситуацию и говорила от себя? Сложно, она хокетничает с вами. Чего ей там сложно было? Ну, ведь это правда трудно. Не каждый актер так сможет. В принципе, актер это человек, который выучивает чужой текст. Алиса Хазанова недостаточно замыленный человек была с сериалами и производством, чтобы так говорить, что ей было сложно. Не сложно, нормально ей было, я все вижу. Ну, она большой молодец. Ну, получается, что не каждый актер сможет у вас снимать? Нет, ну, знаете, медведей можно научить кататься в цирке на велосипеде. Начнем с того, и они это прекрасно делают. Так что, может, кто сниматься или нет, это вообще вопрос десятый. Главное, надо. Если надо, то будем. Если нравится, то мне, актер, буду делать все возможное до последнего, чтобы он научился кататься. Понятно. А есть кто-то из ныне существующих знаменитых артистов? Сережа Безрукова или еще кто-нибудь? Кого вам хотелось? В роли Макла Джексону? Такой фильм в стиле реалити с Сергеем Безруковым. Я вообще такой режиссер, который снимает ближний круг только своих друзей. Если посмотреть мой крайний проект, сериал «Короткий курс», так у меня там снялась вся московская тусовка, с которой я дружу. И актеров я тоже хочу снимать только у знакомых. Если, короче, Безруков должен у меня сниматься в кино, вам придется подружиться со мной с Сергеем. У нас в гостях Валерия Гагерманика. Вернемся к нашему общению через пару минут. Если есть вопросы, пишите на 5283. 10 часов 54 минуты столицы, а у нас известный российский кинорежиссер Валерия Гагерманика. Меня интересует Будилова, сразу скажу. Понятно, понятно. Вопрос такой. Актриса Анна Шепелева, сыгравшая в школе, героиня вульгарная, а в жизни актриса очень скромная. Но опять-таки вы же с ней ели борщ. Да. Мне кажется, Павел ел борщ со всеми вообще. Можно было поймать. Павел, ты прям пошел по руках. Да, вот вопрос такой. С борщом-то. Как вы можете разглядеть в человеке скрытые таланты? Как вы могли в скромнице Шепелевой увидеть вульгарную Будилова? Я думаю, таланты недостаточно скрыты, видимо, были на тот момент. Все-таки она изначально подходила по типажу, я ей сделала тюнинг легкий, сказала, что тебе придется перекраситься в ярко-рыжий цвет, и будет так-то и так. Как-то таланты там особо... Я не удивляюсь, потому что я готова к этому, потому что я вижу в ней все, что она может мне дать. А вот на середине съемок школы она шла за мной к лифту, плакала, буквально просила прощения, говорила, что теперь она поняла, что такое профессия, что она актриса, и начала еще и больше давать в кадре. Но она молодец, я прям горжусь. А вот по Павлу видно, он что бы мог сыграть, например? Или по Вахтангу? А, Павел бы... Ну, он мне такие фотки прислал в очках и в шляпе, он мог бы сыграть даже инженера Гарина злого. С гиперболоидом я его представляю. Молу профессора Дуэлли, я прошу вас сыграть. Мы договорились на член профессора Дуэлли. Вы же сами хотели этого. Поэтому, вы знаете, под членом профессора Дуэлли этого жизненной клейма. Глава тоже члена, но другой, как бы. Открываются какие-то неизведанные горизонты, да? Да, а из Вахтанга что-то получилось? Не закрывается. Слушайте, ребята, давайте договоримся так. Буду снимать следующий фильм, дам вам меню. Выберите себе. А можно я тогда бабушку-лифтершу? Или нет, у меня не получится? Мне придется создать для вас, понимаете, дополнительного персонажа. Это не стоит делать. Давайте дам, что есть. Я Картаева звала в краткий курс, он не приехал. Он сказал, что он не может. Ну и что, и как вы будете сниматься? Вы никогда не можете, все. А вам легко убивать своих персонажей? Вот Носова вы принимали решение убить или оставить? Или четко сразу было понятно? Ну, Носова это большая часть моей жизни, чем какую-то часть моего там, не знаю, альтер-эго. Это такая попса, слово это, конечно. Ну, какая-то часть темная моя сторона была, хотелось с ней попрощаться. Все-таки я много вложила в этого персонажа. И девочка сама, Валя Лукачук, много взяла, претерпела. Вот, пришлось нам как-то избавляться. Это логический был ход, потому что я привыкла. Я вообще инстинктивно понимаю, что все свои произведения, значит, надо заканчивать вовремя и ставить финал. Иначе в сериалах продюсеры грозились бы снять второй сезон, а я это не люблю. А вы следите за творчеством своих актеров, когда они уходят из-под вашего контроля? Вот Лукачук сыграла в детке вместе с Сережей Шнуровым. Я слежу. Если бы она мне позвонила и посоветовалась, я бы не, наверное, бы, я не знаю. Я им сказала, снимайтесь. Они после меня все, им трудно найти работу, они не снимаются. Потому что их не берут за школу, потому что везде надо кривляться, везде нужен вот этот, не знаю, низкая планка. Ну, как, я не знаю, как это называется, там, маскарад вот этот вот весь. Их не берут, потому что они играют вот это все верите и все остальное. Вроде бы, когда нет работы, надо чем-то жить в этом плане актрисе. Наверное, правильно, что она пошла туда сниматься. Но повтор масломасленный еще в ухудшенном варианте, мне кажется, это не так круто. Наши слушатели пишут. Здравствуйте, Лера. Меня зовут Олег. Я и мои друзья просто в восторге от творчества. И устроили флешмоб. Каждый день, целую неделю, сто человек репетировали, и мы сняли клип для Леры. Как его можно передать? Спасибо большое. Заходите в фан-клуб ВКонтакте, вот. И там все выкладывайте или передавайте администратору, он передаст мне. Сейчас мы заскачем галопом, потому что у нас две огромных темы. Это, во-первых, роль в энтропии, которая вчера была в премьере. И о своем фильме «Да и да» хотелось бы, чтобы вы рассказали нам. «Да и да» это энтропия. Энтропия, а что энтропия? Позвали год назад сняться в кино Маши, типа «Подружка». Я снялась в прекрасной компании «Поляков, сообщак, цыганов». Вот, собственно, и все. Снимались 10 дней в перерыве, в жестком перерыве между съемками «Краткого курса» и «Нашествием». О чем фильм? Фильм? Я не знаю о чем. Мне это неизвестно. Я не понимаю ничего в политике. Если отказывается мой мозг понимать, или если туда не хочу иметь, не нравится. Вроде бы там какие-то политические нотки, там есть какое-то превосходство автора, рассуждение на тему современного общества. Это мне не близко, потому что я всем рекомендую петь песни о любви, а не о политике. И снимаю кино о любви. Поэтому это для меня неизвестно, но вы вчера мне, Павел, рассказали смысл фильма, и мне понравилось, как вы его поняли. Еще мне в Выборге князь рассказал, который приезжал к нам в гости смотреть тоже кино. Он тоже что-то понял. Вот я так от вас слушаю и думаю, ну, прикольный смысл, конечно. Ну, таким мужчинам, как Князь и Картаев, конечно, можно верить. Ну, Картаев, простите, практически князь. Давайте не обо мне. Фильм «Да и да». У нас очень мало времени. Фильм «Да и да». Что за фильм? Да, это то, о чём стоит говорить, но в гомеопатических дозах. Выйд в следующем году. Для меня это очень-очень личная история. Она отчасти такая рок-фильм, панк-рок-фильм. Близко всем саундтрекам там будет выступать, значит, группа «Пикник» и группа «Гад Кристи», что тоже близко, наверное, вот, вашим слушателям, да? Ну, как, это такая поэзия про любовь, про, наверное, про рок-музыку всё-таки, про эту атмосферу, это стихотворение, законченное, это всё на свете. Это очень круто, это то, что я люблю, и то, что я хочу показать. Валерия, а можно тогда вот так вот ослушать, я понимаю, что главная тема всего вашего творчества, как понимается, рок-н-ролл и любовь? Любовь. Только любовь. Ну, а если любовь, это всё, это всё на свете. Как это может быть ещё что-то и? И там не может быть, потому что любовь всё в себя включает. Ну, бывают фильмы там про смерть или ещё про что-то. Вот, например, в «Энтропии» же не про любовь фильм, а про энтропию. Это фильм про энтропию. А когда ты говоришь, что это фильм про любовь, там может быть всё что угодно неожиданное и ожиданное. Понятно. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо, что пришли. У нас сегодня в гостях был знаменитый, известный, популярный, очень талантливый российский кинорежиссёр Валерия Гагерманика. Спасибо большое вам. Пока. Пока-пока. Всего доброго, мы тоже прощаемся до завтра. Так, мы их рады за Павел Картаев и Свет Зиналова. Счастливо. Наше утро на нашем радио.